Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Выставка «Захватывающий космос» проходит в Японии. Театральная школа Шекветилле встретила новый сезон. В Болгарии вспомнили об истории русско-турецкой войны. А теперь более подробно об этих и других новостях. В честь 60-летия первого полета человека в космос в японском городе Осака открылась тематическая выставка. Экспозиция расскажет об истории освоения космического пространства, а также покажет лучшие научные достижения. Подробнее в материале нашего корреспондента Альбины Танибучи. В этом году весь мир отмечает юбилей с момента первого полета человека в космос. В честь этого события во всех странах проводятся научно-популярные мероприятия, выставки и лекции. Новая экспозиция открылась и в японском городе Осака. Теперь здесь, в Музее науки и технологий, каждый желающий сможет узнать больше о том, как разные страны мира стремились к освоению космоса. На экспозиции представлены научные документы и архивные фотографии. Особое внимание на выставке уделено личности Юрия Гагарина и памяти ведущих советских инженеров-конструкторов. Выставка «Захватывающий космос» проходит при участии Россотрудничества, Японского агентства аэрокосмических исследований, а также Всеяпонского общества музеев и науки. Студенты театральных вузов, молодые актеры и лучшие преподаватели по сценической речи вновь встретились на летней театральной школе Шекветили. На Черноморском побережье Грузии участники проекта смогли поделиться художественным опытом и укрепить творческие связи. Уже в шестой раз летняя театральная школа традиционно открывает сезон в Грузии. Здесь объединились молодые актеры и профессионалы, чтобы передать свой опыт и воспитать новые поколения артистов. В этом году в школе участвовали начинающие актеры из театров Тбилиси, а также группы студентов и преподавателей из высших учебных заведений Украины и Казахстана. Провести специальные мастер-классы и творческие встречи приехали известные российские деятели культуры. Занятия провели поэт и драматург Юрий Ким, а также переводчик и сценарист Юрий Ряшенцев. Учебная программа в Шекветиле 2021 на этот раз была особенно интенсивной. Для всех участников была открыта возможность посещать лекции по истории русского театра, а также круглые столы по вопросам современного театрального искусства. Проект летней театральной школы направлен на укрепление творческих международных связей и популяризации русского искусства. Шекветиле 2021 осуществлена при содействии Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» и «ГИТИС» при финансовой поддержке фонда «Карту», а также фонда «Русский мир», «Россотрудничество» и грузино-российского общественного центра имени Примакова. В Латвии наградили участников конкурса школьных сочинений по русскому языку. Специальные призы для старшеклассников подготовила Балтийская международная академия. Авторы лучших работ получили сертификаты на скидку для оплаты первого года обучения. Большой интерес среди школьников Латвии вызвал конкурс на лучшее сочинение, в организации которого выступили Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы совместно с Балтийской международной академией. Старшеклассники и будущие абитуриенты, чьи работы были особенно отмечены членами жюри, смогли получить специальный приз от академии. Теперь при оплате поступления ребята смогут использовать скидочные сертификаты для оплаты первого года обучения в размере от 25 до 100 процентов, в зависимости от места, занятого в конкурсе. Подарочные сертификаты победителям вручил член правления академии Валерий Никифоров. Он поздравил всех участников и отметил, что академия всегда заинтересована в притоке грамотных и креативных абитуриентов. В болгарском городе Старо-Загора почтили память последних жертв русско-турецкой освободительной войны. Для всех жителей страны это особая страница истории, память о которой трепетно хранят до сих пор. По многолетней традиции 16 июня в день памяти жертв русско-турецкой войны все жители и гости города собираются вместе, чтобы вспомнить о трагедии, которая произошла здесь, в 1878 году, и почтить память героев, которые ценой своей жизни смогли избавить Болгарию от завоевателей. В этот день, 143 года назад, в железнодорожной катастрофе погибли 16 русских солдат, которые героически сражались за освобождение последних болгарских городов. В памятном мероприятии ежегодно принимают участие сотрудники и гости русского центра города Старо-Загора. Дети и взрослые исполнили стихи болгарских поэтов, а также выразили свои слова признательности и благодарности. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости rmsobaka.yandex.ru. До новых встреч и до свидания!